В арт-галерее «Централь», расположенной в городе Владивосток, Приморского края, по улице Светландской, 11, состоялось открытие международной художественной выставки «Танец драконом». Предлагаем вашему вниманию виртуальную экскурсию по выставке. На входе в здание гостей выставки встречает уже известная в городе скульптура дракона голландского автора Джошуа Пеннингса. В самом центре выставочного зала гости могут ознакомиться с основной информацией о выставке «Танец дракона». Здесь же разместилась картина приморского художника Ильи Бутусова «Драконы», выступающая символом выставки. В зале также представлены картины других известных приморских художников. Евгении Галактионовой, Сергея Горбачева, Геннадия Кунгурова, Лидии Казминой, Анастасии Медведевой, Игоря Обухова, Евгении и Оксаны Осиповы, Михаила Павина и Натальи Попович, а также уникальные антикварные предметы, пропитанные историей и колоритом стран Дальнего Востока. Картина Анастасии Медведевой. София Харбин. Художница изображает на картине фрагмент архитектуры религиозного сооружения, возведенного по православным канонам, и предлагает задуматься, так ли уж много непохожестей у людей разных национальностей. Справа от зрителя японский натюрморт Евгении Галактионовой, который дает возможность обсудить влияние культурного феномена восточного минимализма. Слева картина Лидии Казьминой под названием «Все песни про любовь». Картина Евгения и Оксаны Осипова. Изображение пацана из Убуда с воздушным змеем. Картина, также написанная супругами Осиповыми, под названием «Продавец статуи». Картина выполнена с использованием саронга, особого вида хлопчатобумажной ткани, распространенной во многих восточно-азиатских странах. Перед вами полотно Ильи Бутусова под названием «Бойцовые петухи». Работа художника Игоря Обухова Квудзи Сан с любовью дарит зрителю ощущения доброты и душевности, которых так часто не хватает в наше неспокойное время. Далее картина того же автора под названием «Праздник цветения сакуры» Ханами. Токио. Лирическая картина, написанная в спокойной цветовой гамме, настраивает зрителя на созидательный лад. Следом расположились полотна из серии «Облако» приморского художника Сергея Горбачева. Сергей Горбачев неоднократно путешествовал по Японии, наблюдая за жизнью обычных людей в крупных городах и в сельской местности. В свои наблюдения художник пишет светом и настроением. Перед вами картины «Япония. Март» с правой стороны и «Япония. Апрель» с левой стороны. Субтитры создавал DimaTorzok В центре выставочного зала скульптура «Металлическая голова тигра». Скульптура была преподнесена художником Джошуа Пеллингсом в дар жителям Приморского края в 2013 году в рамках Года Голландии в России. Рядом с металлической головой тигра расположились выставочные витрины с уникальными экспонатами, предоставленными Генеральными консульствами Дальневосточного региона, антикварными магазинами и частными коллекционерами. Перед вами корейские и китайские глиняные и фарфоровые вазы, чайники из глину, вьетнамская курильница, а также фарфоровые фигурки и статуэтки из многих стран Азии. Здесь также можно изучить коллекцию вьетнамских монет, которые датируются 8-20 веками нашей эры. Далее вашему вниманию представлены работы, выполненные в технике хромогенной печати Михаила Павина. Работы из серии «Немножко старой Японии» были сделаны в 2008 году в городе по братьями Владивостока Ниегати. Произведения автора передают уют, тишину и спокойствие японской провинции. Субтитры создавал DimaTorzok В экспозицию также включены гравюры Геннадия Кунгурова из серии, посвященной любовной лирике Японии. Геннадий умеет мастерски отразить нюансы настроений в работах, которые на самом деле требуют кропотливого труда, абсолютной концентрации и полной сосредоточенности. Графика автора посвящена красоте любви и романтике, которую только можно встретить и испытать. Перед вами китайская ваза 50-х годов прошлого века. Фарфоровая ваза с ажурными цветами является подарком по случаю дня рождения с пожеланием долгих лет. Здесь же расположился коллекционный японский нож Танто в резных костяных ножнах XIX века, японский чайный сервиз Кутани из фарфора, а также японские куклы ручной работы. Субтитры создавал DimaTorzok Давайте вернемся к полотнам. Перед вами вновь произведение Сергея Горбачева диптих под названием «Кимоно» из серии «Облако». Субтитры создавал DimaTorzok Далее картина Игоря Обухова «Сингапур. Рыбацкая деревня». Следующими вашему вниманию представлены картины Натальи Попович. Они буквально звенят от раскаленного солнцем воздуха и радуют буйством красок, привлекая внимание зрителя стремлением автора увидеть мгновение, отразить настроение и подтвердить, что жизнь прекрасна, что бы ни происходило. Индонезия. Праздник в храме. Цветение в храме. Остров Бали. Фонтан в джунглях. Слева от этих работ выставлен грандиозный экспонат «Золотая корона Пегас» 5-6 века н.э. Корона является национальным сокровищем Кореи. Данная корона состоит из желтого золота и синего нефрита, которые отражают культуру и обычаи древних предков корейского народа. Перед вами реплика, которая представлена в натуральную величину. Оригинал находится в Национальном музее города Кёнчжу. Представлено Генеральным консульством Республики Корея во Владивостоке. Следом расположились полотна супругов Евгения и Оксаны Осипова. Слева – балийская кариатида. Справа – мусульманка. Давайте еще раз глянем на ценные экспозиции в центре зала. Азиатские вазы, чайнички, ножи, шкатулки, статуэтки, пеналы прошлых веков. Абсолютно каждый экспонат передает особую атмосферу самобытности стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Вы видите перед собой картины Лидии Казьминой. Слева – картина под названием «Механическая игрушка». Здесь изображен мир, который выглядит гармонично и идеалистично, но в то же время скрывает что-то незнакомое и оттого пугающее. Справа – картина того же художника с изображением китайской улочки под названием «Джоу-Джуа». Еще один антикварный предмет разместился на выставке «Танец дракона» – бронзовый барабан эпохи Дангшон, Вьетнам, в простонародии названный барабан исполнения желаний. Именно Дангшонская культура является первой цивилизацией Индокитая, и отсюда пошла история гонгов, которые в дальнейшем стали популярными во всем мире. В заключении представляем вашему вниманию великолепные картины супругов Осиповых с видами китайского города Далянь. Евгения и Оксана Осиповых зрители любят за детализацию городских пейзажей, блики на мокрой дороге после дождя, рефлексы света фар в окнах, причудливые узоры из веток деревьев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Выставка «Танец с драконом» открылась в предновогодние дни и продлится вплоть до начала весны 2021 года. Каждый день с 10 утра до 7 вечера вы можете насладиться красотой и великолепием уникальных экспонатов и художественных полотен, представленных в нашем выставочном центре. Адрес галереи «Централь» Светландская, 11, второй этаж, слева от эскалатора. Вход на выставку бесплатный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok